Победа Украины Победа Украины Победа Украины Победа Украины Победа Украины Победа Украины будут их встречать с цветами. На самом-то деле у них был расчет на инертность общества. У них не получилась спецоперация первой, не до войны, до начала военной войны, войны с 14-го года, до начала вот этой активной фазы военной действия, большой войны, когда должны были прогнуть руководство Украины на Минск-3, таким образом раскол внести в украинское общество и уже брать, что называется, тепленькими. У них этого не получилось. Возвращаясь к тому же разговору с Мишей Самусем, мы предполагали тогда, он как военный эксперт предполагал, что они нанесут удары по узлам управления и аэропортам и, естественно, точкам ПВО Украины. И тогда, да, было предположение, что это все, скорее всего, учитывая потенциал тогдашней России, будет уничтожено. И нарисовали сценарий вот той самой партизанской войны, а, вернее, войны диверсионными операциями, которая, в общем-то, проходила. Но, к счастью для нас, для всех, они оказались снаружи гораздо больше, чем внутри. У них ничего не получилось. У них не получилось уничтожить. Ни узлы, ни центры управления не было потеряно. Поэтому я на второй день войны написал, чтобы Украина победила, что Блицкрип провалился. Это еще на Абалоне бегали ТРГ. Это еще в Гастомеле был десант. Спустя неделю, вот пять дней, когда прошло, были сократные пять дней, честно говоря, я ожидал, что будет грузинский сценарий. То есть пять дней прошло, у них ничего не получилось. Включились санкции, уже тогда были объявлены санкции. Включилось то, что будет оказываться помощь. Помощь-то оказывалась, кстати, в отличие от Грузии, оказывалась, началась раньше. Джавелины, стингеры и так далее. Очень здорово помогло. Но я ожидал, что вот сейчас они начнут отползать. Вот сейчас начнется фаза переговоров и так далее, потому что понятно, что ничего здесь. Но то, что произошло дальше, это действительно уже не выкладывалось в мою картину мира и, я думаю, картина мира многих других. В Кремле было принято решение продолжить войну, но продолжить войну методами военных преступлений. То есть, было принято решение просто запугаться. А для того, чтобы запугать, убивать без разбука. И мы видели это в Харькове, мы видели это в Чернигове, а потом увидели все это в Буче, в Репене, в Бородянке, не говоря уже о Мариуполе и многих, многих других городах. Сейчас мы это видим на Донбассе. Но, честно говоря, сейчас это еще как-то можно объяснить тем, что идут боевые действия, они просто не умеют воевать по-другому, как не уничтожают город. Им нужно стереть со земли город для того, чтобы его взять. Но вот то, что было в Харькове, то, что было в Буче, это вообще отдельный кейс. То, что было в Мариуполе, то, что было в Харькове, то, что было в Чернигове, это не было военной необходимостью. Это была операция по просто террору. Вот этими методами военных преступлений, вот это, кстати, убило осиновый кол окончательный. В сердце этого вампира, который называется Российской империей. Это и был осиновый кол. Они сами с ними убили. Ну, а дальше, дальше стало ясно, что у них и это провалилось. Украина выставила. Украина выставила благодаря героизму. я скажу так, что все жители Украины, они герои. Все, без исключения. Где бы они ни были. И на фронте, и в тылу, и на информационном фронте, и среди волонтеров. Потому что, я скажу так, что не дрогнуло все общество. Героями является и власть Украины. Героями является... Герои проявляли практически все. Я не знаю, это фольклор политический или это реальная история по поводу мне не нужно такси, мне нужно оружие. Но это то, что отражает общий дух. Даже если этой истории не было, это не важно. Эта история была на самом-то деле. То есть, понятно, да, о чем важно. И после этого они начали отползать, это и есть отползание. То, что они ушли из-под Киева, это не значит, что они не могут сегодня вернуться туда. Потому что война будет продолжена до тех пор... Вот у меня, кстати, часто спрашивают, что значит победа Украины. Это выход на линию, скажем, до 4 февраля, это возвращение Донбасса, это возвращение Донбасса и Крыма и полное возвращение территории. Это каждый из этих этапов, это, конечно же, победа, как и победа, которая была одержана сейчас, когда удалось сохранить независимость, это главная победа, сохранить независимость и сохранить Украину. Но война будет продолжаться до тех пор, пока Россия будет оставаться империей. Пока не будет выполнено то, что я называю 3D. Я, кстати, на второй или на третий день сформулировал. Денукриализация, демилитаризация и деимпериализация России. Я говорил в первые дни я говорил деноцификацию, но потом я понял, что это не отражает суть. Деимпериализация, оно лучшее. То есть Россия должна перестать быть империей. В каких границах она перестанет быть империей? Мне, честно говоря, все равно. Она должна перестать представлять угрозу для своих соседей. Эта страна должна перестать быть постоянным источником опасности для всего мира. Невозможно быть империей 18-19 века в 21 веке. Где-то так. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok